Париж на подиуме С вами модный журналист Тим Бланкс Сегодня мы поговорим о Энессе де Ла Фрессанж Даже если имя вам не знакомо, ее лицо вы наверняка где-нибудь видели, ведь она... Это Париж на подиуме Энессе де Ла Фрессанж была лицом Шанель еще до появления супермоделей В каком-то смысле она, пожалуй, была первой супермоделью Она была музой Лагерфельда И обладала поистине французским шармом и беззаботностью Во внешности их поведение она стала олицетворением Коко Шанель Карл Лагерфельд восхищался ее неистовым пылом Для меня Энесс международный символ французской женщины И при этом не исключительно французской Весь мир может брать с нее пример На самом деле она женщина мира, но с французской изюминкой С Шанель связано множество предрассудков Будто это марка для старых женщин Будто она слишком строгая Я же хочу сказать, что и в 30 лет, и в 31, как мне, можно носить Шанель и при этом совершенно не выглядеть старушкой Она настолько ассоциировалась с Францией, что ей предложили стать моделью для Марианны, символа Франции и французской революции Лагерфельд пришел в ужас от того, что она согласилась на нечто столь мещанское Ведь Марианна была повсюду, в каждом почтовом отделении Из-за этого он разорвал с ней все дружеские и профессиональные отношения Что вызвало огромный переполох в Париже Но уверен, что вскоре они помирились Она была одной из тех, кто творил моду Карл мог изгнать ее из Шанель Но она навсегда поселилась в сердцах французов Это была Энез де Ла Фрессандж Как думаете, современные модели могут с ней сравниться? Оставьте комментарии и не забудьте подписаться на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok